Я сейчас, если что, проговорил полролика, а потом понял, что я не включил запись звука. Всех приветствую, друзья! В этом видео я поговорю про счастье, про погоню за счастьем, про то, зачем вообще достигать счастья, как его достигать, и, в общем-то, весь сегодняшний ролик будет вокруг счастья. Я расскажу вам историю, которая произошла со мной буквально пару-тройку дней назад, и из которой я вычерпал очень много полезной информации и полезного опыта. Для кого-то эта информация, о которой я вам расскажу в этом ролике, будет казаться такой базовой и обыденной, что ничего нового, но на самом деле, когда ты видишь применение этой информации в реальной жизни, когда ты видишь, что по-настоящему это работает и по-настоящему это как-то находит место в своей жизни, то ты начинаешь смотреть на эту информацию совершенно с другого угла. И история, которую я вам расскажу сегодня, действительно очень интересная, не будем затягивать. Начинаем. Как я планировал провести свое лето? Я думал, что по окончанию школы, когда я закончу, я начну работать и буду работать весь июль, полные смены, возьму себе больше смен на работе, буду впахивать по 10-11 часов. Ну, то есть я хотел прямо нормально так поработать, чтобы заработать бабла, чтобы в августе не работать совершенно, полететь в какой-нибудь трип, ну и просто, чтобы у меня была какая-то сумма за спиной, чтобы я себя чувствовал как-то более комфортно. То есть мой план на лето – это работать и учиться, ну, то есть параллельно какие-то свои вещи изучать на компе. Но по поводу работы, я думаю, вы поняли, что я хотел увеличить количество своих смен, увеличить количество своих часов, потому что до этого на протяжении всего года я работал исключительно по два дня в неделю, это выходные. Когда я приезжал с общаги, я работал два дня и, типа, мне этого хватало. Ну, просто другого варианта не было, не было варианта вместо школы учиться. Вот, поэтому я работал два дня. А сейчас именно лето, я хочу увеличить смены. Хорошо, началось лето, я смог договориться со своим начальством, чтобы мне действительно увеличили смены. Мне поставили четыре смены в неделю и две смены из... Две из которых – это смены по 10-11 часов и две из которых – это смены по 8-9 часов. Ну, то есть примерно, как я и планировал, примерно, как я и хотел. Четыре дня в неделю – отлично. Три дня у меня выходных, то есть, ну, это не выходных, там у меня тренировки есть, какие-то другие вещи, но работы нет. Окей. То есть, мы уяснили, что того, чего я хотел, я взял. И сейчас я работаю уже, получается, в районе трех недель по такому графику, где я работаю усердно, где я работаю гораздо больше, чем я работал ранее. Вот, это что касается меня. Мой друг, назовем его Виньямин, он тоже очень хотел работать. Он хотел работать все лето, он хотел также заработать денег. Ну, в принципе, у него были такие же желания, как у меня. Но проблема в том, что у него не было такой устойчивой работы, на которой был я. То есть, словно я весь год работал на одной работе, и после чего просто попросил себе смены, мне их увеличили. Он не работал на протяжении года на одной работе, поэтому у него не было вот этого устойчивого места. И как только мы закончили школу, я пошел работать на свое место, он пошел искать работу. Он искал ее неделю, две. Он искал ее реально в районе двух с половиной, трех недель. То есть, очень много. Пол лета, можно сказать, которое он хотел работать, он просрал. Он не заработал никаких денег, у него были проблемы с финансами. То есть, у него не получился этот план. И вот, наконец-то, он нашел хоть какую-то работу вообще дерьмовую на каком-то заводе. Ну, то есть, то, что он вообще не хотел. Как бы он планировал работать на какой-то там кухне или официантом, или что-то такое. Но получилось так, что его устроили лишь на какой-то завод. Про что я хочу сказать? То, что его план, он не удался, да? Его план, как он хотел провести лето, он пошел по пизде. Мой план, как я хотел провести лето, заебись удался. И заебись идет по плану. И недавно я с ним созваниваюсь. Он тогда как раз только что вышел первый день на работу, отработал. И что, в чем заключался наш телефонный разговор? Что он мне говорит? Бля, охуенно. Первый день на работе. Так суперски себя чувствую. Просто лучший день. Я еще на тренировку сходил. Отработал, типа, 9 часов смены. Супер круто. Я так рад, что я наконец-то нашел работу. Настолько это офигенно и настолько круто. Я просто заряженный. Я готов завтра идти опять на работу. И послезавтра, и послепослезавтра. Короче, он в переизбытке эмоций. И он супер этому рад. Что я ему отвечаю в ответ? Бля, а я уже так заебался. Я уже 4 или 3 недели херачу. По 4 дня в неделю. По 11-12 часов. Как же я жду, когда пройдет еще 10 дней. Я уйду с этой ебаной работы. Как же меня это все задрало. И тут я вот это договорил, да. Пожаловался ему. Ну, то есть, носа в уши. Мы закончили разговор. Я сижу вот так вот и думаю. Бля, а что я говорю? А что я говорю, сука? Тупая я тварь. Я, который хотел так работать. Я, который выбил себе смены. Я, который... Который проводит лет так, как он планировал. Сука, ною, блядь. Я ною. Я ною, что мне тяжело работать. Блядь, я же так и хотел. Но при этом друг, у которого реально там были проблемы. Который, наконец-то, нашел работу. Хотя не мог долго. Он радуется, он сияет. Я понял, что эта ситуация находит очень хорошую аналогию с вот таким высказыванием, что деньги не дадут вам счастья. Это абсолютно хорошая параллель. Потому что я, который, ну, можно сказать, добился работы. Ну, будем считать это так. Я вот так вот сижу, блядь, несчастный. Он такой, о, боже мой, как же я заебался. Он, который... У которого все пошло не по плану. Он не нашел работу. Он говорит, что вау, как у меня все классно. Как у меня классно проходит день. Как я вообще рад и счастлив. Вы понимаете? То есть здесь, сука, ной тварь. Здесь радуются жизни. А я вообще, на самом деле, достаточно давно начал работать над своим эмоциональным состоянием. Чтобы я радовался больше. Чтобы я радовался мелочам. И действительно, это было так. Я начал радоваться мелочам. Я, в принципе, свой эмоциональный фон поднял. Начал, действительно, больше наслаждаться жизнью. Больше кайфовать от жизни. И больше получать от нее именно вот такого тепла. Вот. А тут, в этой ситуации, меня просто все выбило в ступор. Я такой, что? Я слышу вообще сам себя. Я не заметил, как в то время, когда я начал работать, я настолько вот так вот заебался, что я перестал получать столько кайфа от жизни. Я просыпаюсь и думаю, бля, сегодня я опять пойду работать, завтра тоже. Я поймал себя на этой мысли, и мне так противно стало. Мне стало настолько противно от самого себя, как я мыслю, как я отношусь и как я общаюсь с жизнью. Я думаю, что все, stop this shit, stop doing this shit. Я с этого момента перестал так мыслить. Я перестал жаловаться на работу. Я, в принципе, до этого тоже не любил жаловаться. Но у меня внутри себя вот этого чувства было, что, бля, работа, работа. Все, стоп. Завтра я иду на работу, и я иду на нее с таким кайфом, нахуй. С таким кайфом. Потому что у меня как будто, знаете, таким колоколом, бля, по башке ебнули. Чтобы я понял, что я делаю херню. Я мыслю, как просто, ну, примитивный школьник. А, работа плохо, блядь. Нет. И все. После этого разговора я действительно начал вытягивать какие-то приятные и счастливые моменты из жизни. И вытягивая эти счастливые моменты из жизни, там, условно, встретился, погулял с девушкой. Встретился с друзьями, пообщался, не знаю, поработал хорошо на компе. Поработал хорошо на работе, пообщался с ребятами. Там, классно что-то сделал на работе. Или за компьютером классно что-то у меня получилось. Без разницы. Или просто проснулся, боже, какое красивое солнце. Пошел на тренировку. Как же я хорошо покачал сегодня ноги. Вот по таким моментам я с каждого события начинаю вытягивать по крупице. И в конце концов у меня собирается счастливый образ. Счастливый образ. И по этому принципу я начал, в общем-то, и мыслить. И что я советую именно вам. То есть, это был мой рассказ. Я рассказал вам историю. Провел хорошую аналогию, как я считаю. И сделал выводы. И пофиксил их. Я вам хочу сказать так. Такую, как бы, дилемму этого ролика. Что не важно, где вы находитесь. Не важно, кем вы являетесь. Вы всегда можете быть счастливым. Кажется, что это банальные вещи. Но на самом деле так и есть. Вы думаете, блять, да как же я могу быть счастливым без Porsche Cayenne Turbo S. Блять, куча бомжей. Я в Израиле. В Израиле я вижу кучу бомжей, которые ходят по улице, улыбаются. Блять, они счастливее, чем большинство людей, которые ездят на Porsche Cayenne Turbo S. Если мы говорим про счастье, то счастье не измеряется вашим кошельком. Не измеряется вашим положением дел. Не измеряется ничем. Только вашим внутренним желанием быть счастливым. Если вы хотите быть счастливым, вы будете счастливым. Я вам хочу сказать так. Если вы будете считать, что вы счастливый, вы станете этим человеком. Поэтому, друзья, мыслите обширно, мыслите абстрактно, мыслите крупно. И все будет заебенно. На этом все. С вами я, Ник. Хорошего дня.